Здравствуйте, дорогие мои ученики! Надеюсь, у вас все хорошо. Мы продолжаем с вами изучать русский язык, и тема сегодняшнего нашего урока – дательный падеж. На этом уроке мы изучим дательный падеж, рассмотрим окончание существительных в дательном падеже и рассмотрим функции дательного падежа, посмотрим, в каких ситуациях используется данный падеж. Итак, давайте сначала поймем, зачем он вам нужен вообще. И нам тоже. Вот давайте у нас есть папа. Представим, что папа вернулся из магазина и купил всем подарки. Теперь давайте посмотрим, кому он что купил. Папа подарил книгу, и вот мы видим мальчик Стас, у него в руках книга. Теперь, как же нам это сказать? Так и оставить? Подарить книгу Стас? Нет, конечно. А какие же окончания нам нужны? Давайте сейчас разберемся. Итак, мы с вами знаем, что в русском языке есть женский, мужской и средний род. И давайте посмотрим, какие у них будут окончания в дательном падеже. Если слово женского рода оканчивается на «а» или «я», то в дательном падеже меняем окончание на «е». Например, подарить. И у нас есть слово «сестра», а окончание «подарить сестре». И точно так же «я». Если у нас слово оканчивается на мягкий знак, в этом случае меняем на «и». Например, площадь, площади. И если слово оканчивается на «ия», меняем на «ии». Например, Юлия подарить Юлии. Теперь мужской род. Если нет окончания, в этом случае добавляем окончание «у». Например, директор, директору. Если оканчивается на «их» или мягкий знак, в этом случае меняем окончание на «ю». Например, конь, коню. Андрей, Андрею. Но обратите здесь внимание, что у нас есть еще слова мужского рода «папа», «дедушка», «дядя». Мы с вами уже знаем, что в русском языке есть исключения. Это слова «папа», «дедушка», «дядя», которые являются словами мужского рода, но у них окончания такие же, как у женского рода. И, дорогие ученики, они в дательном падеже получают те же окончания, что и слова женского рода. Папа, папе, дедушка, дедушке, дядя, дядя и средний род. Если слово оканчивается на «о», меняем на «у». Окно, окну. Если же оканчивается на «е», меняем на «ю». Теперь давайте посмотрим, в каких ситуациях используется дательный падеж. Первый случай – это у нас, когда есть адресат. А рачи депк, когда мы октагурим дательный падеж, а этот депк, когда мы у нас есть дательный падеж. Кому, чему? Ум, инчин. Это вопрос, на который отвечает дательный падеж. Сайен, харцернен, ворим по таскану, мы дательный холова. Кому ты купил цветы? Я купил цветы маме. Маме, сестре, бабушке. Есть адресат. В основном используется вот с этими глаголами. Звонить, помогать, подарить, писать, рассказывать. Звонить кому? Зангель ум. Помогать кому? Окнель ум. Второй случай, когда мы используем дательный падеж, это те случаи, когда мы отвечаем на вопрос «куда». Ребята, обратите внимание, что в этих случаях мы обязательно используем предлог «к» и не используем предлоги «в» и «на», потому что в этом случае мы используем другую падеж и другую падеж. Мы и не используем «к». Мы с маевым видим, что мальчик идет к магазину. Обратите внимание, что он не заходит в магазин. Он около магазина. Возможно, для того, чтобы встретиться со своими друзьями, он туда идет. Но внутрь он не заходит. И рэханэр ушадруцюн дар црэк, ворш тэган чиматном ханути нэрс, на ханути мотэ. Нараворэн рахамар, вор хандипирэн кешна ри хэт, бац нэрс чиматном. И теперь давайте рассмотрим еще один случай. Когда речь идет о человеке. Магазин это у нас неодушевленный предмет. И здесь у нас бабушка, человек. Куда ты идешь? Иду к бабушке. Значит, когда речь идет о человеке, в этом случае он уже заходит в дом, то есть идет в то место, где живет человек. В данном случае это бабушка. Идет в дом, где живет бабушка. То есть, как мы видим, в дом мальчик заходит. В основном в этом случае используются глаголы идти, ходить и ехать, ездить. Еще один случай, когда у нас используется дательный падеж, когда мы отвечаем на вопрос где. И это не только, когда мы используем предмет. И это не только, когда мы используем предмет. В основном здесь используются глаголы «идти», «ходить», «ехать», «ездить» и, может быть, также «гулять», «путешествовать». И дальше дательный падеж. По городу, по миру, по стране, по Еревану. Следующая функция дательного падежа – это «кому» плюс «сколько лет». Ребята, здесь нужно быть очень внимательным, потому что в армянском языке мы не задаем вопрос «кому?». Мы спрашиваем «кто?». В армянском языке это «ов». Но в русском языке мы задаем вопрос «кому?» и используем дательный падеж. Кому сколько лет? Вот у нас дательный падеж – 30 лет. Алине – 20 лет. Виктории – 10 лет. На этом у нас тема закончена. Сейчас давайте потренируемся. В начале урока мы говорили о том, что папа подарил всем подарки. И не знали, как сказать, кому он что подарил. Теперь уже знаем, какие окончания у дательного падежа. Поэтому сейчас остановите, пожалуйста, видео. Заполните пропуски. Потом проверим. Сделали? Молодцы. Теперь проверяем. Уверены, что у вас все получилось правильно. Но для того, чтобы у вас была возможность больше потренироваться, я вам внизу под видео оставлю ссылки, для того, чтобы вы могли выполнить больше упражнений и больше потренироваться. На этом у нас все. Мы с вами сегодня изучили дательный падеж, узнали, какие окончания у существительных дательного падежа и узнали, в каких ситуациях используется. До свидания. Удачи вам!